Приветствую вас, дорогие друзья, от имени нашей команды. Хочу поблагодарить вас в первую очередь за то, что вы активно поддерживаете нашу программу, ставите лайки, оставляете комментарии. Спасибо за ответы на вопрос. Нам очень интересно было читать и узнавать ваше мнение. Продолжайте, пожалуйста, в том же духе, потому что суть изучения Писаний как раз-таки состоит в том, что мы друг у друга учимся и передаем тот опыт, который Бог нам открывает. И мы сегодня вновь продолжим с вами изучать Евангелие от Марка. Перед нами новые вызовы, новые интересные истории. И давайте мы обратимся к Господу и попросим у Него мудрости и помощи в исследовании Его Слова. Дорогой Иисус, спасибо тебе за то, что у нас есть возможность здесь собраться. Ты, пожалуйста, дай нам мудрости, чтобы мы могли тоже получить какие-то ответы и задать какие-то вопросы. Аминь. Аминь. Ребята, вновь привет. Рад вас всех видеть. Как у вас настроение сегодня? Отлично. Боевое. Будем разбирать дальше, что там Марк нам написал. Ну, как всегда, Марк приготовил для нас много всего интересного. Новые вызовы перед нами стоят и новые вопросы, на которые не всегда бывает просто отвечать. Почему? Потому что мы сегодня будем говорить о новой стычке, новой встрече Иисуса с власть имущими того времени, с книжниками и фарисеями, которые, в общем-то, как нам говорит 7 глава, они преднамеренно приходят из Иерусалима навстречу к Иисусу, чтобы высказать ему некоторое недовольство. И как раз-таки эти недовольства касались того, что ученики Иисуса Христа вкушали пищу неомытыми руками. Ну, в общем-то, как бы можно себе представить, что, наверное, это замечание было бы правильным. Ну, кто из вас вообще любит есть грязными руками? Они же о другом. Да, они про ритуал. Когда я машинами занимался, то, честно, я не смотрел, какие руки у меня были, просто шёл кушал. Как бы это вроде бы неправильно, что руки грязные, но, с другой стороны, потому что у меня не было духовного как бы подключения к этому, мне большой роли не играло. Есть люди, которые панически боятся микробов, да, это фобия. Они никогда в жизни не будут есть, если у них там, они не помоют руки 35 раз. Ну, потому что это болезнь. То есть мы понимаем, что это не совсем норма, от этого люди лечатся. Вот. А здесь, здесь говорится даже не об этом, но для них, по сути, было это настолько же страшно, как вот для людей, которые действительно боятся, ну, панически боятся микробов. То есть для них это было страшно. То есть ты сделал то, что вообще никак нельзя, и ты, можно сказать, после этого должен умереть сразу же. А мог бы ты прочитать первые шесть текстов седьмой главы? Однажды собрались вокруг Него фарисеи и некоторые учители закона из Иерусалима. Они обратили внимание, что некоторые ученики Иисуса принимали пищу ритуально нечистыми, то есть немытыми руками. Фарисеи и вообще иудеи, строго следуя обычаям своих предков, не садятся есть, не помыв установленным образом руки. Они не едят ничего, принесенного с рынка, пока не совершат ритуального омовения. Ими соблюдается также и множество других установлений, как, например, о мытье чаш, кувшинов и медной посуды. Поэтому фарисеи и учители закона спросили Иисуса, почему твои ученики нарушают обычаи наших предков, почему они едят нечистыми руками? Иисус ответил им, прав был Исаия, когда пророчествовал о вас лицемерах. Этот народ чтит меня губами, но сердца их далеки от меня. Могу задать вопрос ритуально, это как мыть руки? Просто с мылом помыл и все, или там был какой-то другой процесс? Я вырос в городе, и возле моей школы, там, где я учился, было кладбище, еврейское кладбище. Там целая история, синагога очень древняя возле школы. И туда часто, несколько раз в год, приезжали паломники из Иерусалима. Не знаю, кто они были, но у них вот в своих шапках таких, у них такие, одежда особенная была. И вот они, когда приезжали, во-первых, они не ходили по той земле, было все так сделано, что там такие, как мостики, и они ходили над землей. Они не наступали на эту землю, тоже, что для меня было интересно. Но, короче, наш, какой был заработок? Они нам давали доллары, доллары, за то, что мы им мыли руки. И это еще надо было мыть руки. Они друг другу руки не мыли, у них были специальные кувшины, мы им набирали воду. Мы уже знали, мы становились в очередь, кто первый. Это очень, кстати, интересно. Прикормленное место. Неожиданно Назар оказался экспертом в плане омовения. В общем, там, да, специально надо было, вот, они вот так ставили руки, им надо было лить вот сюда, чтобы вода стекала по костям, то есть вот так. И они там умывали правильно все. Я не помню всех подробностей, чтобы я сейчас кого-то не оскорбил. Там было все прописано. Да, это прям было вот ритуальное омовение рук. Они перед этим, перед входом в кладбище, не знаю зачем, омывали руки, короче, и шли туда. Так что для меня это было просто интересно. А вот сейчас, когда мы об этом говорим, я вспомнил, это, да, там специальный ритуал, люди особенно к этому подходят. Это для них действительно какая-то памятка или какая-то как святыня и на уровне такой святости. Да, мы читаем в еврейских источниках, что, значит, бралось определенное количество воды, значит, начиналось омываться с локтя сюда пальцами. Последняя грязная капля должна с пальцев как бы упасть на землю. И мы понимаем, что, в общем-то, не все было придумано, да, они основывались на законах Ветхого Завета для того, чтобы избежать вот этой ритуальной нечистоты. Она различным способом приобреталась, прикосновение к мертвому, да, к больному какому-то. Мы знаем эти все тексты, которые описаны в Ветхом Завете. Но, в общем-то, меня вот что смущает. Наверное, они задают правильный вопрос, вот, потому что они верили, что ты даже ходя по рынку мог прикоснуться к какому-то человеку, язычнику или еще что-то там. И затем, если ты вкушаешь пищу, то таким образом эта пища, хотя мы понимаем, что они вкушали только чистую пищу, да, она становилась оскверненной, потому что ты прикоснулся к ней своими руками. И вот вопрос в том, что фарисеи-книжники, они вообще-то были религиозными людьми. Причем мы видим, что они были не номинально религиозными, да. Вся их практика жизни, она была пронизана религией. То есть все, что они делали, они так или иначе старались связать с религией. У меня вопрос, почему в шестом тексте Иисус называет их лицемерами? Это очень такое, как бы, ну, знаете, как бы жесткое слово. И как нам с вами не стать такими же лицемерами? В чем опасность? Мне кажется, ответ просто дальше. В седьмом. Так. А ну, посмотрите. Они поклоняются мне впустую, и их учение состоит из человеческих предписаний. А я бы сказала, что в восьмом, оставив заповедь Божью, вы держитесь в предании человеческого. Потому что выше сказано, что фарисеи у него спрашивают, почему ученики твои не поступают по преданию отцов. То есть прямого такого указания в заповедях Божьих нет. Для каждого человека, да? Да, для каждого предмета, для каждого того случая, который они описывают. Да, то есть и рынки, и кружки, и чашки, и да, это не было сказано для всего народа израильского. Особенно для людей другой национальности. И они, следовательно, ставят, они сами говорят, что это предание отцов, но они, получается, ставят это выше, чем Божий закон. Да, мы понимаем, что эти предания для чего-то были поставлены, и тогда, когда они были поставлены, это имело смысл, правильно? Это же не просто так там придумали, чтобы усложнить свою жизнь. Ну, я так понимаю, что это было дано для священничества. Да, там написано, для левитов и священников. То есть традиции, когда их основывали, и когда их вот написали, да, это имело смысл. Ну, и Иисус их упрекает в том, что вот эти традиции, которые тогда были, вы утеряли смысл, что вы их вообще начали делать, и сейчас вы их ставите вот на уровне прям закона, как мы и раньше говорили. И вот это Бог и говорит, вы лицемеры, вы свои традиции ставите на уровень... Заповедей, да? ...десяти, десяти... И приводит какой-то им пример там из заповедей. Да, про отца и мать, да. И мне нравится, 12 текст написано, когда Иисус уже подводит, скажем, итог примеру, который Он приводит, написано так. Вы уже позволяете, значит, ничего не делать для своего отца или матери. Так, преданием вашим, от вас же и исходящим, вы ни во что превращаете Слово Божье или заповедь Божью, да и много еще подобного этому делаете. То есть Иисус на чашу весов ставит две вещи. С одной стороны, предание, да, которое основывалось на, скажем так, текстах Ветхого Завета, но относящихся к определенной группе людей, да, и в большей степени относящихся неприкосновением к живым людям, да, то есть там чаши, какие-то предметы обихода могли скверниться от прикосновения к людям, которые болеют или еще что-то. Ну, а здесь речь идет о том, что все это было расширено, добавлено, усилено, значит, тем, что ты идешь на рынке к язычнику прикоснулся, и таким образом, как бы ты вдруг становишься нечистым, и эта нечистота передается еще чистой пище. То есть целое огромное учение было отработано. Иисус говорит, эй, подождите, почему так много в этом вопросе? А когда вопрос касается прямого повеления для всех, заповеди Божьей, да, почитать своего отца и свою мать, вы придумали такое интересное правило, как карван, да, и таким образом вы, по сути, говорите своим родителям, и извините, я не могу о вас заботиться, потому что я пожертвовал себе в деньги в церковь. Это как вообще? Ну, это они как бы махинацию такую сделали, чтобы люди могли как бы жертвовать много денег, или они заставляли людей, чтобы люди как бы жертвовали, и тогда у них была бы отмазка, чтобы не помогать. Я так понимаю, что они вообще это все не жертвовали. Ну, в смысле, у них это все оставалось, но они говорили, что это Божье. Вау. Ну, махинация. Ну, мне кажется, что суть Иисуса в том, чтобы он показал им, он им пытается показать, что... Давайте я так скажу. Перед этим он изгоняет бесов. Во-первых, меня удивляет количество этих бесов. Куда они ходят люди с бесами. Одержимые, да? Ну, как на каждом, в каждом городе есть одержимые, и он их освобождает. У меня сейчас мысль, куда они делись? Сейчас тоже столько людей с бесами. Это тема для отдельной программы. Понимаете, а тут эти люди видят, что Бог делает, Иисус делает чудеса, освобождает бесов. И такой контраст тут у меня в глазах. Там такие чудеса прицепились к рукам. Понимаете, к такому, как бы, на мой взгляд, вообще мелочи. Но для них это важно. А для них это насколько стало, вот эти ритуалы, вот эта традиция, то, что действительно их отличало от других народов. Они были особенны, они ценили это, вот эти их традиции, вот это все. И они, мне кажется, подумали то, что вот эта их традиция делает их особенными. Не то, что у них Бог живой внутри народа. Не то, что Бог исцеляет. Вот, они могут делать чудеса, и они с живым Богом. А их особенными делает вот это их внешность, их внешние ритуалы, поведение. Переводя на наш современный мир, мы считаем, что нас особенными делает то, что мы особенно одеваемся, особенно служение проводим. И мы же должны быть особенными от мира. И вот это нас отличает. Так может, давайте, чтобы нас отличало то, что в нас внутри есть Бог, и мы его знаем. Мне кажется, это отличие намного класснее, чем просто какая-то традиция и поведение. И вот выдержка вот этих ритуалов. Когда у тебя есть живой Бог, у тебя есть живое желание. И живые отношения с Богом ты можешь тогда уже показывать другим людям тоже живого Бога. И вот поэтому Иисусе сказал, вы лицемеры. Вы такое делаете, а вы меня не знаете. Вы не знаете. Я это все сделал не для того, чтобы ритуалы ради ритуалов. А вот когда там было же, почему эти ритуалы поставили. А тут вы эти ритуалы делаете просто для исполнения, а не для прославления того Бога, для которого это все было создано. То есть произошла какая-то подмена понятий, да? Вот то, что главное стало второстепенным, а второстепенный выходит на первые роли. Или на уровне. Или на уровне, да. А все потому, что, в общем-то, вы помните, Иисус не зря цитирует пророка Исаии. Когда перед Вавилонским пленом пророки и большие, и малые, в общем-то, в разные времена обращались к израильскому народу. Они постоянно обращали на это внимание. Друзья мои, что вы говорите, здесь храм Господен, здесь храм Господен. То есть не надо уповать на храм, не надо уповать на ковчег, не надо уповать на какие-то постановления, которые вы хотите усилить. Там на ту же субботу, на все что угодно. Не это самое главное. Самое главное, что у вас есть, это Бог. Потому что этот Бог вас избрал среди всех других народов. Этот Бог всегда хотел, чтобы ваше сердце было не каменное, а плотяное, да? Чтобы вы искали отношений. Искали живых отношений, чтобы не устами чтили Бога, да? Мы уже как-то говорили об этом. Вы можете многое не знать, вы можете многое не понимать. Но если вы искренне идете с Богом, если вы любите Его, если Он живет в вашем сердце, Бог откроет перед вами горизонты. Мне кажется, это урок для нас. Хотелось бы везде брать для себя урок. Это то, что мы тоже держимся за то, что нам все расскажут. Мы придем, проповедь послушаем, там помолятся за нас. Все за нас как бы организуют нам нашу духовную жизнь. Но в какой-то момент этого всего может не стать. Как бы всего этого окружения духовного, да? Мы можем оказаться одни. И в этот момент будет понятно, есть ли у нас что-то, есть ли у нас Бог внутри. Готовы ли мы молиться, хотим ли мы вокруг себя собирать верующих людей и как бы проводить служение. Даже если у нас не будет церкви, даже если у нас не будет возможности приходить и встречаться где-то в каком-то большом месте, где-то в большом количестве. Не потеряемся ли мы в этот момент, да? Вот во время ковида такое было, когда мы не смогли собираться в больших церквях. И многие люди просто потерялись, к сожалению, да? Потому что наедине с самим собой уже тяжелее читать, молиться, потому что это личный навык. Если его нет, то его нет. Кстати, хотела еще добавить, вот что я подметила в этой истории. Это то, что Иисус не говорит им притчей. Он им говорит, мы там читали, вот, а как это можно было понять? И ученики не поняли, люди не поняли. Тут что-нибудь вам не понятно? Тут как бы все понятно, даже для нас, людей, которые живут через 2000 лет. И то нам понятен смысл его слов. Что он хочет сказать? Он говорит им очень прямо, очень конкретно, чтобы они поняли. Я думал, что он притчами только к народу обращается. А там много, где он притчами и для фарисеев говорил. Так что тут не то, что... Он не говорил притчами, потому что народа вокруг не было. Нет, он просто реально конкретно ответ дал без всяких притч. Хотя они ему конкретный вопрос задали. Какой притч им ее отвечать? Задали, что твои не моют руки? А с другой стороны, что они не помыли руки? Вот я тоже об этом думала. Почему? Ну, вообще-то смотрите. Может, Христос им сказал, не мойте руки? Нет, мне кажется, такого не было. Написано, что они увидели, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. То есть некоторые, да, я имею в виду именно ритуальное оморение совершили. Чтобы это заметить, то нужно вообще как бы последить за людьми, да, где они ходили, кому прикасались, что прикасались. Ну и написано, что некоторые, может быть, кто-то и омыл, а кто-то это не омыл. Вот, может быть, какая-то была причина, как в качестве исключения. Я не думаю, что сами ученики хотели прям сильно нарушить это постановление, потому что из продолжения всей этой истории мы поймем, что даже как бы немножко ученики в этой истории, они на стороне книжников и фарисеев, хотя Иисус за них заступается. Потому что когда Иисус им прямо так скажет, вот, что вы лицемеры, то, по-моему, сейчас я посмотрю на это внимание, они затем даже будут заступаться за них и говорить, Иисус, посмотри, ты видишь, что как-то, ну, они развернулись, ушли, и, в общем-то, они ушли недовольны. И в одном из Евангелий используется даже греческое слово «скандалидзе», то есть они устроили скандал, после всего этого развернулись и ушли. И это ученикам тоже не понравилось, потому что это очередная стычка, в которой Иисус как бы ставит на место лидеров народа. Для них это тоже было опасно. Да, это было опасно. Но мне нравится, как Иисус отвечает на этот вопрос, потому что во второй части этого отрывочка мы видим с вами, что и ученики не до конца поняли тот пример, который приводил Иисус, ту, в общем-то, историю, которую он им рассказывает, потому что 17 текст говорит, когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И Иисус им вновь повторяет и говорит, неужели вы не понимаете, 19 текст, что то, что проникает что-то не в сердце, а в чрево, а потом выходит наружу, оно не оскверняет человека. То бишь, если вы где-то прикоснулись к какому-то, по их мнению, нечистому человеку, и потом взяли чистую пищу, да, и скушали ее, ничего с этой пищей не произошло. И дальше Иисус обращает внимание на более важный момент. Давайте прочитаем с 20 по 23 текст. То, что исходит из человека, продолжал он, сквернит его. Ведь это внутри, из сердца человеческого исходят недобрые помыслы, распутство, воровство, убийство, супружеские измены, алчность, злые намерения, коварство, необузданность, зависть, злоречие, гордыня, безрассудство. Все это зло исходит изнутри и оскверняет человека. Что хочет этим стать Иисус? Почему для Него, в общем-то, чистота сердца важнее, чем чистота рук? Потому что... Ну вот, обряд. То, что я пытался сказать перед этим, что их отличало поведение обрядное. Вот эти традиции и то, что делает их особенными. А Иисус обращает фокус и говорит, пусть вас особенным делает вот это, ваши добрые дела и то, что происходит от Духа Святого, а не вот эти ваши традиции, которые после себя ничего не дают. Они же ему с едой предъявили, да. И он на примере еды и сказал, что не то, что входит внутрь, делает вас особенными или то, как вы принимаете это, а вас делает особенными то, как вы к другим относитесь и то, что от вас исходит к другим людям. Мы говорили об этом, да, что любовь к Божью мы в своей жизни можем проявить, по сути, только через любовь к ближним. Как мы проявляем любовь к ближним через ритуалы? Каким образом мы можем проявить вот эту любовь? Тем, что мы руки не помыли или помыли. Мы помыли руки, от этого людям стало хорошо, они стали от этого счастливее. Вот эти люди, которые вокруг нас, они стали более благословенными? Нет, от этого благословились мы, ну, хотя бы в нашем, да, понимании. Это не сделало людей вокруг нас более, ну, благословенными я уже сказала, да, чтобы через нас Бог действовал. Что мы им сделали просто так. Ну, здесь просто приводится... Мы их не меняем, мы просто их любим, мы им даём безвозмездно. Здесь просто написан целый список того, что исходит из человеческого, человеческих, так скажем... Сердцев. Да. Мозг, да. Внутренностей, да. То, что он... здесь нет хорошего ничего в этом списке. То есть, видите, плохой, да. То есть, это то, что оскверняет. Он показывает прям плохой список. То есть, вот это то, что внутри... То, что делает нас по-настоящему нечистыми, да. И он же говорит выше, он говорит, лицемеры. Вот этот список. Почему? Потому что вот это всё исходит из вашего сердца. Помыслы, распутство, воровство, убийство, измены, злые намерения, необузность. Это всё исходит. Но с этим... Всем вы моете руки. Что в конечном итоге важнее? Чем вы благословляете? Как вы показываете меня? Потому что именно вот это, именно это мы можем посмотреть и увидеть. И именно по этим плодам можно будет... А не сколько раз вы помыли руки? Что я заметил? Что Иисус по чуть-чуть начинает стирать грани. То есть, его миссия же была не только для евреев, а для всего мира. Так. И фишка в чём? Что я заметил? Женщина, да, нечистая женщина к нему предкоснулась. Ему окей, потому что он её исцелил. И никто ничего не говорит. Прокажённый, всё хорошо. Руки грязные, всё хорошо. То есть, для него это всё как бы не проблема. И он пробует, наоборот, им показать. Ребята, моя миссия намного больше, чем просто ритуально быть чистыми. Я должен сделать так, чтобы весь мир это услышал. И, конечно, весь мир остальной нечистый. Это хорошая мысль, чтобы услышал весь мир. А я, вы знаете, для себя сейчас сижу и думаю. Эй, по сути, что ему говорит Иисус? Вы помните, как у него спросили? Ты как имеешь право прощать грехи? Он говорит, а что легче? Он говорит, сказать, прощаются грехи или сделать так, чтобы человек пошёл? Сейчас Иисус, по-моему, использует такой же метод. Он говорит, ребят, послушайте, а что легче? Помыть руки или омыть сердце? Вы все пришли с омытыми руками. Но что с вашими сердцами? Когда я сегодня прихожу в церковь на богослужение, мне намного проще соблюдать какие-то правила, принципы. Прописали, ты им следуешь. Всё очень просто. И внешне кажется, что я чистенький и хорошенький. Но когда Бог засматривает, заглядывает в моё сердце, Он знает, какой там я на самом деле. И если для омовения рук моих мне всего лишь нужно немножечко воды, то для омовения моего сердца, чтобы оно стало чистым, понадобится кровь того же Иисуса Христа, чтобы вот всё вот это из моего сердца могло уходить. Благодаря тому, что Иисус будет его менять. И для меня это просто такой, вы понимаете, то есть с одной стороны Он вначале говорит, смотрите, вот ваши традиции, а вот моя заповедь Божья, а теперь вот ваши руки, а вот сердце. Иисус говорит, что важнее для меня, руки или сердце? Иисус говорит, для меня важнее сердце. Я пришёл не за руками, я пришёл за чистыми сердцами. И мы будем постоянно вот это наблюдать, как Иисус будет это менять. Да, мне кажется, ещё просто здесь для себя, что я тоже беру, это то, что иногда мы концентрируемся на каких-то вещах, которые действительно легко сделать. Допустим, даже не про омовение, мы сейчас не совершаем ритуальное омовение в жизни. Допустим, мы концентрируемся на том, что я не убиваю, я молодец. И как бы мы говорим, ну вот мы хорошие. Ты молодец, Ион. Да, я себя хвалю за это каждый день. Потому что, ну я же не убиваю, но здесь мы читаем, необузданность, зависть, злоречие, гордыня. Что легче? Вот для меня что легче, не убивать или не завидовать? То есть я на себя смотрю и думаю, буду я себя хвалить за то, что мне и так легко даётся? Ну то есть мне легко даётся не убивать, не красть, потому что у меня нет предпосылок, так скажем, к этому. И я себе говорю, ну я же молодец. А тех людей, которые как бы не справляются с этими задачами, они какие-то очень грешные. А здесь я понимаю, что есть вещи, в которых мне нужно работать и на которые Бог говорит мне. Ты обрати внимание, это важнее. Это важнее, для тебя лично это важнее. Потому что это в тебе ещё есть. Ну и в общем-то мне кажется, что вот этот большой и сложный урок Иисус не прекращает в этом отрывочке, который мы с вами рассмотрели. А наибольшее развитие этот отрывок получает, вернее, эта история получает в отрывке с 24 по 30 текст. Давайте мы с вами прочтём. И я хочу, чтобы мы, когда мы будем его читать, чтобы мы не выпускали из виду этот контекст. Пришли к Иисусу из Иерусалима книжники и фарисеи и обвинили его в том, что ученики едят нечистыми руками. То есть ученики нечистые. То есть тут вот есть этот элемент ритуальной нечистоты. А теперь прочтите, пожалуйста, с 24 по 30 текст. Покинув то место, он пошёл в область Тира. Там он вошёл в один дом и хотел, чтобы никто не знал о его присутствии, но сделать это было невозможно. И тот час некая женщина, чья дочка была одержима духом нечистым, услышала об Иисусе и придя, пала к его ногам. Эта женщина была язычницей, серафиникиянкой по происхождению. Она стала просить Иисуса изгнать беса из её дочери. Он же сказал ей, дай прежде насытиться детям, нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам. «Господин», — ответила она, — «и собаки едят крошки, упавшие со стола детей». Тогда он сказал ей, ты права, можешь спокойно идти домой. Вышел из твоей дочери бес. И когда она вернулась домой, то нашла своё дитя, спокойно лежащим в постели. Бес вышел. Это что? Опять про бесов. Не, ну вы видите, что происходит, ребят? Куда Иисус идёт? Он идёт в область Тира. Тира и Сидона некоторые источники у нас ещё тут добавляют. То есть изначально в ту область, где живут языческие народы, где нечистые люди, где всё вот это вот оно нечистое. Он приходит в дом... Интересно, а фарисеи с ним пошли? А, может, он поэтому туда и ушёл. Мы видим, что нет, да. Но, смотрите, что происходит. Он же продолжает эту историю раскрывать для своих учеников. Потому что мне кажется, что они тоже до конца не всё ещё понимают, да? Значит, вот особенно вот тот пассаж относительно... Да, зачем это было? Что входит, да, что выходит из человека. Выходит ему тут навстречу, мы видим с вами в этом доме, что какая-то женщина, да? Женщина, ещё и языческая женщина. То бишь, как бы вот этот, скажем так, сила нечистоты, она нарастает. Языческие области, языческие народы, женщина, которая всегда с принадлежением относится, да? Значит, что ещё у этой женщины? Какая проблема? У неё дочка с бесом. Дочка с бесом. Эй, вы видите, как нарастает вот это вот, да, напряжение? Сколько там всего нечистого? А другой евангелист Матфей напишет, что эта женщина, значит, шла за Иисусом, она кричала и вела себя не очень хорошо, то есть недалеко она ушла, судя по всему, от своей дочери, которая была одержима бесом, да? И вот развязывается эта история. Эта женщина, язычница, серифинокиньянка, по происхождению, она просит Иисуса изгнать бес из её дочери. И реакция Иисуса меня вообще поражает. Просто поражает. Вы помните уже, сколько раз происходило и знание бесов, да? Иисус делал это первое, буквально в первой главе в синагоге, да? Затем он ещё раз делал, потом он легион бесов и знал. А сейчас перед нами женщина, которая его просит. Не всем он говорил, хорошо. Да. Выходите. Что не так с этой женщиной? Как он ей вообще отвечает? Слушайте, вы просто прочитайте. Он говорит, не время, давай потом. Сейчас мы сначала вот с избранными людьми закончим, а потом пойдём уже на тех, кто, скажем, не с его двора. Так. Ну, а ты-то очень красиво сказал. Да. Собакой назвал. Я не знаю, может быть, просто в наше время просто собака имеет именно такое нарицательное значение. Меня чуть-чуть удивляет, что Иисусу пришлось так говорить, зачем он так обращался. Я думаю, что для этой женщины не надо было вот этот урок. Может, он больше обращался к ученикам, которые возле него. Я думаю, что да. Чтобы им объяснить как раз про вот эту ритуальную чистоту и про вот эти все традиции и ритуалы. Он использует, по сути... Её для того, чтобы объяснить ученикам вот это объяснить им. И что вот эти все ритуалы... Важна суть, важна результат. Демон-то ушёл, а вы остановляете работу, остановляете результат этими своими бюрократией, да, и какими-то вот этими законами. Это предубеждение. По сути, это было уже предубеждение, что... Если объяснить про собаки, то евреи это всё понимали. Детьми назывался народ, то есть народ израильский, а собаками называли язычников. То есть евреи это понимали, что рассказали собаки, то это значит нечистые просто, это значит, что они из нашего народа. То есть не совсем это оскорбили, он не то, что пытался оскорбить, а просто он сказал так, как люди все вокруг понимали. И я думаю, что она тоже, скорее всего, понимала, кто она, что вот евреи нас воспринимают как собак. но она имела дерзновение отвечать то есть иисус ей как бы говорит достаточно конкретно жестко да и она не говорит да я поняла приду через год она говорит гордости не было значит те кто у него в деревне с его родной деревни них была гордость не такие не мы лучше с бесами мы лучше с проказами нас не исцеляй иди она все-таки хотела значит ей не было вот сложно и она говорит мы достойны мы тоже достойны хотя бы крошки но мы достойны и их получить очень напряженный момент да это еще одна грань который иисус почти стирает она его еще назвала господом да признает господом вы понимаете что происходит и иисус в общем-то нам берет лексику того времени которую используют ученики и другие те же книжники фарисеи которые устроили скандал и назад поехали к себе в иерусалим и говорит а посмотрите а вот вот это вот женщина вот она да она собака и он ждет реакции от учеников а матфей напишет что они молчат они говорят заткни ее и все пусть она замолчит то есть они не заступаются за нее иисус берет исцеляет ее и показывает ей что он не поддерживает эти идеи деление людей на чистых и нечистых да то бишь они считали что язычники все были нечистыми они недостойны того чтобы бог творил вот такие вещи для них а эта женщина говорит господи да я понимаю что у детей полон стол и он ломится от еды да а я там это маленькая собачка которая под столом и вот это он обращает очень внимание грит ну а в общем то как бы крошки едят собачки и мне достаточно этих упавших крошечек со стола я вот думаю слушайте религиозных людей иисус назвал лицемерами они психанули развернулись и ушли эта женщина соглашается да я собачка но мне достаточно одной крошки господи дай мне крошки иисус даете он говорит ей ты права да есть если он горит предыдущем до отрывки он говорит вы лицемер и вы вообще ничего не понимаете она говорит я понимаю вот я знаю место да я знаю но я тебя прошу о том чтобы ты сделал то что реально сделать и он говорит ты права иди твоя дочь будет исцелена и матвей напишет что вера этой женщины какая же она была вера у этой женщины и и вот в этом весь парадокс вы понимаете вновь приходят люди которые изучают писание которые передают описание из одного поколения в другой и они зацикливаются на вещах которые вообще на спасение никак не влияют просто на каких-то традициях которые у ими были придуманы расширены добавлены там как непонятно для чего и зачем и есть женщина которая считает себя собакой но она верит что вот этот иисус это и есть тот кто может и знать беса и дать ей спасение эта история заканчивается тем что иисус уходит из этой страны и возвращается обратно то есть в общем то марк нам показывает одну простую вещь именно ради этой женщины вот этой нечистой женщины иисус отправляется в это путешествие неблизкое приходит ее исцеляет дает скажем так урок своим ученикам чтобы они что-то поняли как что нельзя отделить людей на таких и на таких людей да как денис говорит чтобы расширилась и их представление и уходит обратно потому что им дальше иисус христос умер воскрес и вознесся они продолжили дело и им нужно было расширить эти рамки куда они пойдут благовествовать если бы он не заходил вот в эти земли языческие они могли бы и дальше концентрироваться на именно еврейском народе и как бы остановиться только там но они видели этот пример что он не боялся он шел и проповедовал и исцелял даже там на той территории которая для них казалось ну как бы вражеской то есть там не силы добрые ходили но вы знаете когда я читаю евангелие я понимаю для себя одну простую вещь вот эти все традиции как же их сложно искоренить было даже иисусу христу потому что если мы открываем книгу с вами деяние апостолов мы видим что пока они побьют стефана камнями они все сидят себе спокойненько в иерусалиме уже три с половиной года после вознесения иисуса христа и даже не думают никому проповедовать ну и другим каким-то народом павел когда вошел проповедовать язычникам тоже не все его поняли да и это вообще это этот в этот дилемма в первоапостольской церкви насколько она была мощной и сильной и как вы посмели пойти проповедовать язычникам да еще не требуется них от бы обрезание как это они будут принадлежать к народу божьему и станут наследниками авраама то есть это та это огромный пласт который иисус пытается решить но он начинает это делать потихонечку минать сознание своих учеников я если честно много думаю об этом как так происходит почему нам верующим религиозным людям свойственно вот такая тенденция для защиты истины я бы так даже почему мы всегда хотим защитить бога все эти правила которые были придуманы особенно после возвращения с фабилонского плена они придуманы для одного мы должны защитить бога веру в него и вокруг него стали выстраивать вот эти все заборы разве где-то в писании бог просит от нас чтобы мы его защищали разве это было для защиты бога конечно было для защиты народа от того чтобы не потерять бога да да они же были в плену вернулись и такие ой мы все забыли давайте все запишем взяли записали начали делать тогда же все классно было тогда они любовь почувствовали с плена вернулись наконец-то вот они чувствуют бога и но это превратилось в особенность то есть они за этими законами чувствовали себя отделенными ну правильно они выстрелили вокруг себя забор скажем так чтобы на них и на их бога на их веру в этого бога больше никто не мог бы больше что они никуда не выходили больше на них чем на их бога это не защита бога это словами возможно они защищались мы защищаем бога вы себя защищаете потому что вы хотите быть особенными от мира потому что вы считаете что если вы особенный тогда вы спасетесь непринадлежность какой-то религии сегодня или какой-то динаминации делает нас спасенными и не традиции делают нас спасенными или из тоже назад как нет нет подожди разве современное христианство не занято тем же самым так я об этом и говорю мы так же делаем это все придумали вот эти правила какие-то дополнительные установления но есть заповедь а мы к ней еще добавим еще и еще почему и потому что сейчас вокруг грех он наступает на церковь церковь вот такая то мы должны защитить бога ну что я имею ввиду по защитой бога мы должны защитить его истину да ну это же словом и есть истина путь и жизнь сейчас я стану на защиту фарисеев чуть-чуть наконец-то это жить с одной стороны правильно потому что объясняю есть 10 заповедей которые есть индикатором того что мы верим в бога в того бога в котором мы верим исполнение этих 10 заповедей является индикатором если я их не исполню значит я не люблю своего бога в которого я верю но вот эти все приписания это как дополнительные средства комментарий да да это хорошо иметь правильно это вот это очень хорошо еще проявлять любовь и это как бы ну хорошо либо либо есть еще знаете мне нравится такая фраза когда говорят чтобы не привело к греху но это не будем делать вот чтобы это не привело к греху и иногда бог считал что это приведет к греху почему он бы мог бы сам дать какие-то вот эти дополнительные предписания и моменты зачем мы это делаем вместо бога потому что мы боимся чтобы действительно это не привело к греху но иногда у меня уже остается мне уже остается такое что давайте уже когда-то один раз мы приведем это к греху давайте уже согрешим и посмотрим приведет а то мы зацикливаемся на вот этих приписаниях чтобы не привело к греху этим самым греша вот там что иисус сказал раньше вы смотрите вы лицемеры вы вот эти приписания не дай бог чтобы только не привело но сердце у вас гнило и вы вы сделали себя особенными святыми до исполняя вот эти приписания по дальше он же поэтому горит закваски фарисейской бойтесь не сейчас мы к этому придем мне кажется дополнение назару я понимаю это так что для того чтобы отличаться и не быть похожи на другие народы языческие они как бы сделали так что в конечном итоге у них нет варианта этим людям послужить вообще никак потому что они не могут с ними пересечься даже как они не хотели не то что не могли да это собаки чем мы будем мы особенный спасенный народ только нас бог выбрать спасет да но мы же должны им как бы рассказывать они изначально я думаю об этом думали нет нет они не хотели никому ничего рассказывать потому что когда потом апостолы хотели идти и проповедовать язычнику язычники зачем им проповедовать это мы мы спасенный народ мы должны быть спасены все иногда мы хотим стать на место бога в каком плане иисус показал как он относится к человекам в притче о блудном сыне то есть он дал человеку свободу и позволяет человеку если он хочет пойти и пожать выбор своего но скажем мое последствия своего выбора а мы религиозные люди хотим мы божьему закону добавить столько всего чтобы ни у какого человека не было даже шанса и возможности куда-то пойти и мы конечно все это делаем как бы с хорошей стороны а если уйти да если ведь это уже никогда не возвращаться но интересно что ведь именно в этом дьявол обвинил бога еще когда поднял восстание он сказал и бог тиран он решил на всякого выбора возможности мы должны поклоняться ему за страха сделал это получишь сделал вот это получишь делал вот так получишь ну боже и тем самым мне кажется вроде бы из добрых побуждений но мы выполняем работу дьявола мы превращаем веру в бога в набор запретов просто список запретов прошелся по этому списку о я вот это не делаю значит нормально а бог говорит нет я не хочу это я хочу жизни и живых отношений поэтому не надо защищать ни меня не закон я сам могу себя защитить я сам дал свободу пожалуйста учитесь ей пользоваться пойдите расскажите людям пойдите расскажите людям кто вокруг вас что изначально эти предписания и законы не были плохими конечно нет любая традиция изначально придумывается для того чтобы сделать что-то хорошее и она была хорошей наверно в начинаниях но потеряли суть это проявление любви к другим не было никакой там любви там было исполнение законов да как то есть традиция заменяет собой человека нужно набраться смелости и сказать себе а зачем нам такая традиция да это как израиль выходил от египта да был столб огненный и какой еще облачный облачный да и получается что он останавливался люди разбивали свой лагерь но он двигался дальше люди сбирали собирали свой лагерь и шли вперед проблема здесь что они как бы увидели что иисус как бы остался в иерусалиме да или в израиле и не сделали очень большие как бы ограды но иисус тогда или бог хотел уже идти дальше показывать им новую как бы новую 0 новое поле для деятельности они уже так привыкли так зажили что они уже не хотели просто собираться идти дальше параллель тоже свожу с реальным миром бывает такое что мы люди наше общество я мое окружение может быть такое что мы пытаемся сделать себя особенным вот как раз исполнением религии потому что мы настолько немощны быть особенным в чем-то другом это единственный способ себя как-то проявить вы решите да и вот давайте я буду ритуально руки мыть потому что я сильно умом не отличаюсь но зато руки ритуально я могу мыть и это делает меня особенный от другим или не любовь каждый человек по-своему пытается выделить да то есть я я не выделяюсь тем что я приношу людям другим счастье и любовь показывая беря от бога и проявляя к другим а я делаю себя особенным ритуалами потому что это единственный способ чем я могу сделать себя особенным и возможно это так и произошло с фарисеем действительно хотел чтобы израильский народ был особым народом да но проявляя любовь по отношению к другим он сказал вы должны быть у меня значит царственным священником священством и светильником для этого мира но к сожалению помните те притчи которые мы размышляли кто говорит а если светильник поставить и закрыть сверху а закрыть оградой традиции то светильник не будет светить я предлагаю оставить покой книжка фарисеев друзья мои потому что вот это вот они 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 но мы и если мы такое то я мы не виноваты это все марк это марда я принадлежусь сегодня к церкви я задаю себе вопрос что для меня важнее какие есть традиции которые для меня закрывают человека который я может быть придумал вот который я продвигаю может быть я уже давно считаю себя каким-то особым таким избранным что другие люди даже не имеют ко мне какого-то доступа они не могут рассмотреть в моей жизни иисуса христа вот это то о чем я должен постоянно думать и спрашивать у себя потому что если они эти люди знающие писание пришли к такой опасности да и в так казались такой ситуации что иисус скажет о них лицемеры неплохо было бы мне посмотреть тоже в зеркало и чтобы бог сказал а может быть и я уже давно лицемер таком и часто лицемеры ну хорошо скрывать если мы вот так себя ведем у нас я и мое ритуальное ритуальная святость или ритуальные отделение от кого-то делает выше по проявлению любви по отношению другому человек то есть мне важнее чтобы я сейчас был в статусе чтобы про меня ничего не сказали они проявляют любовь другом я не думаю что ему нужно как бы ему помочь а как бы как бы сделать человеку чтобы он просто улыбнулся чтобы просто почувствовал доброту мою часто я так делаю сколько раз в день я думаю а сделаю ка я кому-то хорошо а не себе и сейчас так жарко пойду выпью холодненько наши мысли построены вокруг себя ну и мы себя успокаиваем тем что мы красивые пришли на служение в правильной одежде правильно выглядим пришли про послушали правильное пение правильную проповедь молодцы и молодцы нам никто ничего не сказал ну в общем-то так и надо делать да мы все это не плохо правда что мы все это сделали но мы ничего действительно не сказали никому мы даже доброго слова может и церкви никому не сказать переводим на позитивную ноту значит соблюдая и исполняя все это в первую очередь и в приоритете держим любовь и проявление доброты к другим людям добавьте жизни до реальности добавьте сути если этого нет это все бубен нам не нужно это никому и богу тем более а проявлять любовь можно и без этих ограничений то есть в общем то лучше быть искренним лучше быть собачкой под столом лучше иметь доступ к еде крохи какой-нибудь да и смиренным принять это чем быть гордецом которого будет стол ломиться и он муша не давания да так ничего не взять с этого стола в общем то то чему иисус и хотел научить сердце чтобы чистое у нас было помнить им псалома певец молится до сердца чистое сотворила мне божий дух правый обнови внутри меня это то что мы не можем делать сами и вот за этим нам нужно прийти к иисусу нужно чтобы он взял наше сердце и очистил руки мыть мы научились я лично отличник в этом каких-то соблюдений как павел скажет я был значит ревнитель закона я был один из лучших в том чтобы соблюдать все эти правила и законы но когда я встретил иисуса христа я понял я ничего без него не могу мое сердце было не омыто надо нам с вами немножечко окунуться сейчас в наверное в кухню потому что с 11 по 21 текст 8 главы давайте мы прочтем что-то у нас там будет связано с тестом заквасками и как раз как продолжение нашей истории к иисусу подошли фарисеи стали с ним спорить они хотели испытать его и требовали от него знамение с неба иисус глубоко вздохнул и спросил почему это поколение требует знамение говорю вам истину ему не будет дано никакого знамения и оставив их он снова сел в лодку и отправился на другую сторону озера ученики забыли взять с собой хлеб и в лодке у них был всего лишь один хлеб иисус предостерегал их смотрите берегитесь закваски фарисеев и закваски ирода ученики стали рассуждать между между собой он говорит это потому что у нас нет хлеба иисус зная о чем они говорят сказал почему вы рассуждаете о том что у вас нет хлеба неужели вы все еще не сознаете и не понимаете неужели сердца ваши совсем окаменели у вас есть глаза и вы не видите есть уже и вы не слышите неужели вы не помните когда я разделял пять хлебов и на пять тысяч человек сколько полных корзин остатков вы собрали 12 ответили ученики а когда семь хлебов на 4000 сколько полных корзин остатков вы набрали всем ответили те так неужели вы все еще не понимаете сказал иисус ох вот это вам история до множество вопросов и постоянно одно и то же неужели вы не понимаете где ваши глаза те ваши уши ну и центральный вопрос для меня что имел ввиду иисус когда говорил берегитесь закваски фарисейской чего нам нужно беречь мне кажется это вот именно о том о чем мы говорили предыдущем до тексте это о том что посеяли фарисеев сердца людей то есть закваска это то что это не сам хлеб это то что передавалось из хлеба в хлеб так скажем это то что взращивалась один раз и потом эта закваска просто делилась между хозяйками они как бы на этом на этой закваске растили свой хлеб или другую закваску и как бы и это то что передали фарисеи то чего было очень сложно избавиться потому что в конечном итоге хлеб вроде новый а закваска все та же из раза в раз то ситуации меняются а суть остается одна и та же что вы смотрите совсем не туда вы смотрите на какие-то мои действия там на какие-то эти а посмотрите в суть кто я для чего я пришел когда пара создает семью человек муж и жена у них есть какие-то правила это аналогия такая что вот эти правила это как 10 заповедей там например семьи да да есть какие-то правила которые делают двух людей семьей да там давайте каноничный пример возьмем такой традиционный да это что один муж одна жена если что-то меняется или не так это уже не семья да то есть это обычные 10 заповедей потом внутри семьи появляются какие-то свои внутренние заповеди там не раскидай там застеляй мой после себя или еще что-то и вот это это проявление любви друг друга на мы мы узнаем друг друга и мы себе это кто-то прописывает кто-то нет вот в случае с израильским народом им надо было прописать после плена чтобы они себе это сделали и не забывали потому что они они не знали как это любить друг друга вот они вроде в семье но любви там внутри нет и они такие а вот так любовь а вот что такое любовь это вот это это там помой там принеси букет там подари там что-то поняли и вот этими приписаниями они сделали как бы канон семьи и вот этим они называли себя семьей и прошло какое-то время а любви внутри нет это просто название семьи иисус говорит приходит и говорит вы называете себя семьей вы исполняете вот все это ну вы как собака с котом там да есть такие примеры вас внутри семьи вас нету любви вы и вы не любите вы исполняете закон а я вам изначально хотел я вам хотел показать что такое семья что такое любовь что такое наслаждение муж женой или жена мужем вот без правил бы это все нарастает она от сердца происходит даже не надо записывать вы узнаете друг друга вы понимаете вы любите а тут осталась только оболочка и название семьи без каких-то без каких-то вот проявления действительно любви то из-за чего было все но и так как они были в этом взросшены в этой культуре в этой религии это было в них как ну неотъемлемо их часть их это мучили все да да и как бы когда христос им говорит вы берегитесь потому что у вас тоже это есть вам ну не нужно остановиться фарисеями которые до пришли спорить и сказали а ты нам покажи сколько раз он уже все им показывал они приходят не ну ты возьми и покажи еще раз а то мы очень хорошо все подмечено раз уже было показано мы ничего не поняли он говорит вы вы постарайтесь постарайтесь изгнать вот этот сучок до который мешает который врос уже в вас но вам нужно что-то с этим сделать я пришел для того чтобы показать что в вера в бога религия это намного больше чем вот это все мне нравится еще раз хочу прочесть одиннадцатый текст не знаю как у вас записано там подошли к иисусу фарисей и стали с ним спорить то есть мы понимаем да к складывается ситуация уже они не пришли просто послушать еще что-то там дальше написано желая испытать его или еще возможный вариант желая его искусить они требовали вы видите какая риторика да от него знамение с неба он не пошел кстати на эту провокацию первой главе иисус был уведен в пустыню и там кто-то приходил его искушать сейчас мы видим что мы же дошли до того что к иисусу приходят вожди его народа чтобы его искусить и они требуют давай докажи давай покажи иисус говорит почему это поколение требует знамений заверяю вас никогда не будет дано знамение этому поколению а в других евангелиях будет написано да что этому поколению было представлено столько всего и будет представлено самое большое знамение да как во времена пророка ионы когда он пробыл в чреве кита три дня так и будет сын человеческий да находиться в плену смерти определенное количество дней то бишь иисус вообще он он скажем так суммирует то о чем всем говорит и обращает их внимание еще раз вокруг вас столько всего происходит столько всего происходит но вы вместо того чтобы посмотреть на эти вещи вы концентрируетесь внимание на ваших заборах через которые я переступаю чтобы вам же самим принести свободу чтобы понимаете забор который вначале строился для того чтобы отгородиться от пропасти и не упасть в пропасть грубо говоря чтобы случайно не нарушить закон да и не оказаться в пропасти этот закон со временем и мы знаем что они там огромное количество правил придумали он вырос до таких размеров что за этим забором стало не видно бога это то о чем иисус им постоянно пытается а друзья мои чему вы пришли я уже пришел внутри этого забора потому что вы наружу на меня не можете видеть не могли видеть не могли смотреть но вы и здесь продолжаете меня не видеть вот тебе закваска форисейская вот тебе насколько вот насколько скажем так вот это малая да помните если когда рассказал эти притчи о царстве божьем и он говорил вот маленькое зернышко да вот маленькая семечка вот то маленькое то и потом из него вырастает большое царство а теперь он говорит а теперь есть маленькая закваска то о чем милона говорю которую положить в этот хлеб и весь хлеб станет таким как это закваска берегитесь это он не говорит что берегитесь книжников форисе вот что мне нравится в иисусе да он не говорит не берегитесь этих людей берегитесь того что вот того духа который в них духа который искушает духа который критикует духа который постоянно обращает внимание на негатив духа который разрушает вокруг себя духа который переступает через человека ради того, чтобы соблюсти какие-то правила. Иисус говорит, это не мой дух. Мой дух так не поступает. Это урок для меня такой, что нужно постоянно мониторить свою жизнь, смотреть, спрашивать себя, спрашивать у Бога, эй, куда иду, что со мной происходит, какой дух во мне, какая закваска во мне находится, что происходит вокруг меня. Самое страшное в этом всем, что в нас может быть неправильная закваска, и мы ее передаем другим людям. Поколениями. И даже сами этого не подозревают. Новые люди, которые приходят в церковь ко Христу, мы им передаем закваску. Потому что мы им передаем. А кто им еще передаст? Они через нас это узнают. И вот здесь нужно реально берегитесь. Потому что в конечном итоге мы ответственны не только за себя, а за тех людей, которые возле нас и которые будут после нас. Вот. Да. Какое учение мы несем. Да. Что мы... Ответственность на нас большая, да? Легко пинать, там, пинять на книжников, на фарисеев, читать вот про них спустя уже столетия и говорить, вот они такие, вот они всякие. Но важно, чтобы каждый лично задумался о своей жизни. Есть ли у нас любовь? И делает ли действительно нас семьей любовь внутри семьи? Или просто правила, которые... Не просто брачный контракт, да? Который называет нас семьей. И потом вдруг, вдруг, если ты застелил кровать неправильно, то из этого, скажем так, возникает огромный целый скандал. Брак разорвался. Да. Условно говоря. А вы потом начинаете вместе вспоминать, что вообще-то раньше как бы вообще не обращали внимания на это. То есть пока не придумали это правило, что нужно застилать кровать только таким вот образом, на такую высоту, таким покрывалом. И вот так вот эти уголки должны быть разложены. То есть это мелочи. И они меняются со временем, значит, в процессе жизни, в процессе поколения, все остальное. Остается нерушимым одно. Брачный договор, или брачный, вернее так, брачные обещания, которые мы дали друг другу, да? Внутри семьи. Любить друг друга, быть верными, да? Не нарушать эти принципы, уважать друг друга и почитать. Я вообще бы свел к тому, что сама вся... Все сбрала. Брак сводится только к любви. А как она проявляется? Главное, чтобы я чувствовал, что меня любит моя жена, а я люблю ее. И у нас внутри уже слаживаются свои... И они могут, да, как вы сказали, меняться, но один закон любви. Вот поэтому дьявол и предъявил Иисусу и Богу, сыну, Богу и сыну, что они не любовь. Он не любовь. Да. Хотя написано будет в Новом Завете, что Бог есть любовь. Да. Хотите познать настоящую любовь? Познавайте Иисуса Христа. Это то, к чему мы сегодня с вами приходим, да? Друзья мои, давайте мы на этой ноте будем с вами завершать наше размышление. Досталось сегодня книжникам и фарисеям, но надеемся, что они нас простят, как и простят нас наши слушатели, и Бог нас простит в том плане, что мы все ищем. Нам легче говорить о других, и всегда намного сложнее сказать о себе. И пусть Бог поможет нам извлечь уроки для себя. Дорогой Бог, спасибо тебе за то, что ты нас учишь, что ты нам открываешь свой характер. Изменяй наши сердца, действуй на нас, на наш разум, чтобы мы в своей жизни проявляли любовь по отношению к нашим окружающим и тем, кто близко к нам. Спасибо тебе за то, что ты нас любишь и даешь эту любовь от себя нам. Будь с нами и дальше, не оставляй нас. Спасибо тебе за все. Аминь. Аминь. Друзья, спасибо, что вы были с нами и в этот день могли изучать те отрывки из Евангелия от Марка. Непростые отрывки, очень важные для каждого верующего человека, для каждого ищущего Бога человека, чтобы мы осмыслили свою жизнь, рассматривали свои отношения с Богом и спрашивали себя, есть ли в нас эта закваска. Мне хотелось бы, чтобы в комментариях вы поразмышляли над этим вопросом. Что имел в виду Иисус под выражением закваска фарисейская? Дайте нам, пожалуйста, свои идеи, свои какие-то мысли, и мы обязательно обратим на них внимание. Пусть Господь вас благословит и хорошей вам недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова